Белорусская сборная Станислав Лопачук по 3 балла в копилке Виктора Туркина и Шарля Лингле. Хорошо себя проявил почти не играющий за «Динамо» голкипер Михаил Корнаухов. В двух первых встречах остался сухим. Была команда, было выполнение той системы, которая требуется тренерским штабом. Неплохо сработали в большинстве, но и оборона все-таки неплохо мы сыграли в обороне. Миша сыграл здорово, уверенно, самое главное. Те вратарские навыки, которые он получает от работы с тренерами, они воплотились в эту игру. Ну, изначально задачи, которые мы преследовали перед отъездом на этот турнир, это просмотр кандидатов. Приглашали новых ребят, те, которые были бы в сборной, но, так скажем, давно не привлекались. Поэтому, с учетом этих факторов, конечно же, первое место – это очень здорово. И радует то, что ребята, не имея времени на подготовку, сыграли достаточно неплохо ту систему, которую требуется. И по самоотдаче вообще никаких проблем не было. Я не буду сейчас сводить все три победы в какую-то закономерность, да. Но как ни крути, это первый раз в истории, чтобы три сборные выиграли. Причем выиграли не там Вьетнама с Монголии, а выигрывают у хороших сборных, которые играют в топ-дивизионах. Будет в дальнейшем внедряться эта система, которую пытается федерация, не пытается, а уже внедряет. И, на мой взгляд, она будет работать и будет приносить свои плоды. И много будет ребят раскручиваться, так сказать, начиная с детского хоккея, заканчивая молодежными. Будет открыта дорога в большой хоккей, в сборной. Тяжело начинать с нуля, поэтому не все так быстро. Но работа ведется, и она в правильном направлении. Триуфально завершила выступление на турнире в австрийском Граце «Белорусская молодежка». Дружина Юрия Файкова поочередно победила Латвию 4-1, Австрию 4-1 и Данию 5-0. Этот успех всем ценен, что сразу два соперника играют в элитном дивизионе молодежного хоккея, а австрийцы будут нашими оппонентами в первом дивизионе. До чемпионата мира остается ровно месяц, и подготовка к нему вступает в завершающую фазу. Хорошо. Поставлю оценку «хорошо» в любом случае, потому что и сборы хорошо провели, и двухразовые тренировки были. Сыграли в свой хоккей, который мы все время играем. Это самое главное. Сыграли в нашу систему. Ребята почувствовали уже за какой-то промежуток времени, там, три с половиной месяца. Поэтому сыграли систему, и, соответственно, результат сразу налицо. Чуть-чуть еще и быстрее хоккей получился в исполнении той же Латвии, Австрии и Дании, безусловно. Они в четвертьфинале на том чемпионате мира в элите играли все-таки. И там по составу практически та же команда. Практически у них там, может, два хоккеиста добавятся, которые поедут в элиту. Это все-таки турнир, да, очень серьезный турнир. И интересный турнир. И хорошо организован был, и команда хорошая. Но это все-таки не чемпионат мира. Сами понимаете, чемпионат мира – это чемпионат мира. И там надо решать задачу, где-то психологический фактор скажется. Вот как мы с ним справимся еще, надо ребят готовить. Поэтому, да, пока все неплохо идет, но все равно мы хотим большего, лучшего еще. Будем работать. Неизвестно пока по срокам, уже точно неизвестно. Но мы планируем, что, надеемся, что присоединится это Дима Буйницкий, Максим Сушко. Потом Влад Еременко присоединится. Ну, еще, может быть, два-три человека посмотрим. Посмотрим. Надеемся. Ну, да, 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 да. То есть на этот вот сбор перед чемпионатом мира, я думаю, человек пять добавится. Плюс еще у нас из Ю-18 пару человек добавится.